здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин с нами на связи из русалима политолог арик эльман здравствуйте арик добрый день ну и так свершилось то о чем твердили все включая депутатов журналистов политологов и всех остальных израильтян все-таки произошло коалицию так и не удалось сформировать нас ждут 3 выборы на них осталось отведено два месяца правда все задаются теперь вопросом а зачем нужны эти два месяца что нового могут нам сказать партии и их лидеры позиции всех известны как в общем то как предполагаются и результаты или вы с этим не согласны нет я не думаю я думаю что выборы это всегда вещь не покрытая мраком неизвестности как война знаешь как начинаешь не знаю как закончить и поскольку мы находимся в абсолютно не беспрецедентной ситуации эти воды еще никто не на карту не нанес и поэтому никто не может точно сказать как израильская общественность осмыслит то что произошло сейчас к моменту когда придется эти голосовать и конечно же многое будет зависеть от того кто и как сформирует повестку дня этих выборов потому что мы помним как после апрельских выборов когда они удалось сформировать коалицию все говорили ну вот все же будет точно так же но пришел векдор либерман лидер партии ндс сформировал фактически повестку дня всей избирательной кампании навязал всем остальным партиям тему отношения религии государства тему влияния ультра-ортодоксов и мы видели что изменения действительно произошли то что результатом этих изменений стала невозможность создать правящую коалицию другой разговор это произошло в свою очередь потому что в условиях политической неуверенности в завтрашнем дне и ощущение что даже если бы коалиция была сформирована долго бы не протянула ни одна политическая сила не была готова идти на какие-то компромиссы которые могли рассердить ее избиратели к холла ван ощущали что они не могут позволить себе даже дня находиться в правительстве под руководством ними нантаньяу партия нды не могла пойти ни на койка ни на ки уступки чтобы войти в узкий правый кабинет партия ликут не могла поступиться так сказать статусом бенемина нантаньяу не могла согласиться на то что она войдет в правительство в главе с гансом как младший партнер и после публикации обвинительного заключения против нантаньяу эта позиция еще большего ужесточилась она была еще к тому же подпираема значительной частью права общественного мнения поэтому достаточно быстро стало ясно что в такой ситуации никто никакой центральных политических сил не может позволить себе проявить гибкость одно дело это пойти на какие-то компромиссы создать правительство но продержится четыре года избиратель может быть так сказать сменит гнев на милость и примет во внимание заслуги которых можно будет добиться другое дело что если ты думаешь что в лучшем случае правительство продержится может быть год чем-то тогда рисковать недовольством избирателей это вещь очень опасно вопрос состоит в том какие выводы сделать избирательства что произошло скажут ли они себе ох как здорово получилось наши политики казахстались верны своему слову давайте мы еще раз поддержим либо не скажем себе вы поняли урок абсолютное отсутствие всякой гибкости приводит к тупику надо искать куда другой путь и конечно же все будет зависит того как кому удастся первым сформировать эту повестку не скажем будет ли удара к холла ван формировать эту поездку дней тогда как определил то я рлопит своем заявлении что это война за освобождение нашей страны от натаньял либо это будет ликут и натаньял которые рискнут обратиться к народу действительно с дилеммой и при предложить ему таскать эти выборы как выбор между двумя концепциями либо власть народа либо власть юридических элит что такое какое слово скажет на этих выборах вектор ли бермана останется ли он в той же самой позиции которого не было на сентябрьских выборах либо он ее каким-то образом видоизмене так что я думаю что нас даже за этот короткий период еще будут сюрпризы хорошо на ваш взгляд на праймерис в ликуде которые вроде бы должны состояться я говорю вроде бы что все время поступают разноречивые сведения по этому поводу как по дате так и о самом факте вообще будут они или нет но допустим они состоятся на ваш взгляд там могут произойти какие-то перемены настолько серьезными в партии ликут которые автоматически отразятся вообще на всей выборной кампании нет я не думаю я думаю что это не агу в конечном итоге заинтересован в проведении праймерис потому что ему нужно получить мандат от партии для того чтобы еще раз подчеркнуть что он остается легитимным лидером попытка уйти от этого испытания демократии она плохо скажется на его статусе как внутри ликуда так и на статусе ликуда в израильском обществе так что я думаю что в конечном итоге праймерис мы придем я также думаю что натаньягу скорее всего на их праймерис достаточно убедительно победит гидон сары думаю тоже это понимает его задача сейчас не столько победить натаньягу сколько застолбить дилемку скажем так когда на каком-то этапе я все-таки будет вынужден уйти с политической сцены или просто придет время ему уходить цар будет выгодной ситуации за ним в отличие всех остальных потенциальных конкурентов уже будет одно волеизъявление избиратель ликуда которым скажем удастся преодолеть планку 40 процентов голосов то это уже будет очень серьезная заявка на лидерство когда им придется уже противостоять не натаньягу а скажем израилю каксу юлию идельштейну и ладургану и так далее не рубаркату поэтому в этом я думаю на сей раз цель сара в этой борьбе позиционировать себя как ведущего наследника дня если до такое время придет хорошо по поводу к холла ван основного противника что они могут предложить нового кроме тех вот уже устоявшихся лозунгов которые были до сих пор к холла ван их позиция на четко определилась и с ним все понятно они пришли в политику для того чтобы окончить власть это не а у не будут продолжать действовать в этом направлении не будут говорить о том что то я потерял свою легитимность что он не может быть премьер-министром что он должен уходить и лучший способ это сделать это победить на выборах просто и в том где к холла ван могут набрать дополнительные голоса для того чтобы это произошло мы видели опросы где к холла ван выросла по отношению к ликуду в тех самым просто мы видели что потенциал религиозных партий в этих опросах очень сократился и поэтому реальность несколько отличается для то чтобы набрать действительно большее количество мандатов к холла ван скорее всего будет продолжать отбирать голоса пытаться отобрать голоса у своих партнеров слева и тут возможны и интересные развития сыпи во первых возможно что то точка зрения которую высказывал часть более левых депутатов к холла ван первую очередь например о фершелах который пришел в к холла ван из ешатин о том что узкое правительство с арабскими списками это легитимная вещь возможно это точка зрения начнет высказываться более решительно в предыданной кампании с целью вот именно тянуть голоса слева в пользу к холла ван еще один вариант альтернативный вариант это наоборот что победит точка зрения например и мушей а лона и бенни ганса которые говорят что у нас сейчас есть возможность оттянуть еще больше голосов справа тех правых которые согласны с нами в том что это не я после подачи против него обвинительного заключения не может оставаться премьер-министром для этого мы должны вести правую кампанию должны говорить о том что мы аннексируем ирганскую долину должны говорить о том что продолжим жесткую линию против ирана что мы пойдем готовы пойти на обострение в секторе газы против хизбаллы мы будем фотографироваться публикаешь фотографии с дональдом трампом и рассчитывать в этом смысле что правый избиратель пойдет за нами а тогда конечно это этому будут очень рады а вода гешер и демократический спирт потому что это позволит им остаться на плаву а может быть даже вернуть себе часть более левых избирателей ушли от них в кахуалаван чтобы любой ценой с кинут на турне а вот я думаю такая будет очень интересно увидеть какая из этих двух тенденций победить третья сила на этом политическом поле партия наш дом израиль после того что вот после первых выборов в апреле прошлого этого еще года как вы сказали она сформировала новую повестку дня но это новая повестка дня принесла партии три новых мандата от пяти поднялась партия до восьми да это много это почти удвоение можно сказать но тем не менее драматически это ситуацию не изменила то есть оказалось что общество не откликнулась на этот запрос казалось бы или наоборот так вот с этим с этим вопрос а на ваш взгляд партия индии останется что называется на своей твердой позиции вот этой повестке дня которая нас формировала накануне сентября дня или же все-таки внесет нее коррективы здесь надо понимать одну вещь в сентябрьских выборах возникла ситуация на самом деле беспрецедентно когда партия это небольшая получившая пять мандатов в апреле сумела навязать свою повестку дня всей поли всему политическому спектру все говорили об этом противостоянии все были вынуждены сказывать свою позицию даже на фоне решающего противостояния тектонического да те кто за антонио с одной стороны те кто против с другой стороны так что я бы я конечно говорил о том что результаты сентября были несомненным успехом для виду алиберман теперь что произойдет сейчас тот кто первым определит повестку дня тот повлияет в том числе и на электоральный шанс индей потому что если камках он лаван успеет первыми да и действительно убедят избирателей свою значительную часть избирателей центристов в том что эти третий выбор это критические моменты что мы там дни агу это угроза стратегическая угроза для израиля от которой израиль нужно спасать тогда возможно часть избирателей более центристских отдавших почтение партии и именно потому что они видели в любом они больше политика более вызывающего доверия в вопросах противостояния религиозному влиянию нежели лапит я что религиозное влияние может подождать сейчас главное поставить наконец точку в политической карьере это не могут дезертировать в кавычках да и вернуться в кахалова то же самое или куда если ликуд сможет пробудить правых избирателей в том числе русскоязычных правых избирателей убедив их в том что речь идет о судьбоносном моменте борьбы за сохранение за сохранение израильской демократии народовластия и защиту вот бесконтрольного вмешательства прокуратуры полиции так далее тогда эта часть избирателей может перейти под знамена под знамена ликуда например и для нды сейчас задача состоит в том чтобы этот свой электорат сохранить для того чтобы сохранить только того что сказать будем делать только то именно то что мы делали в сентябре этого скорее всего недостаточно избиратель нды мы видим в вопросах что он поведением нды на данный момент доволен он получил то что он ожидал он рассчитывал на то что либерман не прогнется говоря лозунгом самой нды что и произошло либерман продемонстрировал что он не готов отказаться от тех принципов отношениях с точки требования создания широкого правительства так и с точки зрения требования ограничить религиозное влияние вопроса стоит вам хватит ли этой доброй воли чтобы дойти дойти только с ней до 2 марта подозревая что когда начнутся мощные кампании двух партий конкурентов 2 больших партий этого кажется недостаточно надо будет что-то делать алекс спасибо за ваш комментарий всего вам доброго спасибо напомню что с нами на связи из русалима был политолог арик эльман до свидания